Здесь оператор сидит, он видит, куда идет зерно, сколько наполняется, какая норья работает, какой транспортер работает, на какой машине сколько зерна поступает. А это дублируется здесь для того, чтобы можно было видеть. Это практически сегодня жизнь и деятельность завода, сердце завода. Все автоматизировано, оператор только здесь сидит, там людей не нужны, завод работает полностью в автоматическом режиме. Все партии зерна, которые поступают, мы на приборы 1000 семян выбираем, взвешиваем, смотрим и массу 1000 семян определяем и смотрим. Дополнительно нам надо будет прогонять, не дополнительно, но отстраиваем всю систему под те параметры, которые нам необходимы. Вот я в этом году сказал, чтобы масса 1000 семян была не меньше 42 грамм. И 42 грамма они доводили мне, 42 грамма, эту массу 1000 семян и проходили. Хотя год был очень засушливый и в многих хозяйствах, если 36-38 градусов грамм было, 1000 семян, то радовались. 42 грамма, у нас там 56-53 процента был выход. Ее с завальной ямы подается через самотеки на первую машину, барабанный очиститель. Здесь мы отбираем примеси, то есть она позволяет нам на входе отобрать все, что не семена. Для начала убрать пыль, полову, солому, мелочи и дробленку. Далее, после этой машины идет на машину М, это машина инновационная, таких машин не очень много. Управляется она электроном, посредством компьютера. Мы видим, здесь стоят камеры, если хотите, покажу, которые позволяют видеть сход продукта и в процессе работы автоматически настраивать воздушные потоки. И добавлять за счет заслонки, добавлять массу, которая идет на решета. Много меньше. Это все это в автоматическом режиме. Только решета нужно вручную менять. Пройдемки дальше. Вот стоят камеры. Они в онлайн режиме транслируют оператору, что происходит внутри машины. Это вибросита, да? Это воздушно-решетная машина М12. Это обычный классический спаренный трейерный блок, который делит нам на короткую, среднюю, длинную фракцию. А вот это у них новинка, да? Это новинка М12С. Трейерный блок ничего нового, просто рассчитывается по производительности. У нас, допустим, спаренный, поскольку у нас была задача 10 тонн в час получить, поэтому здесь было узкое место, мы его спарили, поставили два. Вот эта машина, она не воздушная, она только решетная. Она как раз позволяет уже почти готовым семенам нам помогает разложить на фракции. Круглые, плоские, длинные, короткие. А, решеты? Да, решеты, решеты. Не видно здесь решеты? Вот, вот решета, сарис добавить. Здесь, здесь 4 решетных стана. А какие инкультуры? Калибровщик мы используем на кукурузу, подсолнечник, горох и сою. Пшеницу, ну, мы не работаем. Решеты меняем? Решеты меняем, подбираем, лабораторно. А пшеница сюда не идет? Нет, пшеницу мы не калибруем, сарис добавить. Мы пшеницу там идет. А как она идет? Она идет минуя, у нас тут обходы стоят, минуя и сразу идет дальше. После калибровщика мы получаем фракции и потом уже работаем с каждой фракцией. Потом работаем уже с каждой фракцией, уже на более точных машинах, которые находятся там. Вы их сейчас не видите, мы покажем. Это гравитационный пневмостол и фотоэлектронный сепаратор. Мультидражератор компании Рёбер. Это подразделение петкуса. Гравитационный пневмостол. Здесь мы регулируем массу тысячу семян. Псевдо кипящий слой. Пшеница сюда идет? Пшеница идет сюда, да. Но сюда идет и все. Мы на гравитационном пневмостоле всю продукцию пропускаем. И кукурузу, и горох. Всю продукцию пропускаем. Здесь мы добиваемся массу тысячу семян. Уже путем регулировки потоков. Лаборант, снимая с каждого схода порцию, смотрит. Где-то масса 46, а где-то 39. Она определяет, где нам развернуть какой поток, какую сторону. То есть, либо на семена, либо на сброс на элеватор. Пройдем дальше. Изюминка нашего завода, одна из изюминок. Это фотосепаратор, о котором я говорил. Салют добавить. Вот картинка выходит на дисплей. Я вот это показываю, не нравится. Вот это не нравится. Вот это зеленое не нравится. Вот это сколанное не нравится. Все, что показал, дали команду. И все то, что здесь показали, что выходит. Вот горох. Горох этот прошел через фотосепаратор, так называемый. через оптико-селектор. Здесь ни одной горошины нет зеленого цвета. Потому что мы вывели его из семян. Он шел во вторые сорта. Вот качество кукурузы. Качество подсолнечника. Если, предположим, нашим клиентам не нужно работать на линии. Нужно только протравить. Мы растариваем готовые семена в демпферную емкость и отправляем на протравку. Если нашим клиентам не нужно работать по предварительной очистке, по трирному блоку, привозят нам готовые семена, нужно только откалибровать. Мы растариваем на том устройстве, раскладываем на фракции и работаем уже по фракциону с готовыми семенами. Кухня, которая готовит растворы нам. Здесь наши агрономы, семеноводы совместно с работниками завода заправляют определенные пестицидные группы, фунгициды, инсектициды, микродобавки. Дают команду машине, которая стоит вот там наверху. И она сама автоматизирована, наносит послойно мультидражерацию называется даже. Ну, хатак протравнивания в нашем понимании. В простонародье. В простонародье, да. После протравителя зерно опускается уже в так называемую грязную зону. Мы можем направить ее либо на линию фасовки, если это кукуруза-подсолнечник, если это горох, пшеница, то можем отправлять на биг-бэк, но протравленные уже. Также существует возможность отправить протравленную продукцию в бункер, который стоит на улице. Это если разрешена отгрузка на самосвал, на машину, на грузовую машину. Далее стоит у нас турецкая линия, в которой мы фасуем кукурузу и подсолнечник. Она автоматизированная. Идет дозация. Автоматическая укладка на палеты, палетирование, складирование. Дальше кары увозят уже на склады, которые у нас там за территорией. Продолжение следует...